Включаю запись. Добрый день, дорогие коллеги компании Директ Медиа. Снова рада приветствовать всех вас на нашем необычном вебинаре. Нас всех прекрасно слышат, мы всем рады. Здесь много знакомых лиц. Я попросил вначале написать главный интерес. Главный интерес в сегодняшнем вебинаре к этой необычной теме предложил три варианта. Для меня это теоретически полезно, практически полезно. Или просто любопытная тема. Мы, это Татьяна Викторовна Телегина. Она сейчас находится в здании Православного Свято-Тихоновского университета. У нее своя гарнитурка, но пока нет камеры. Но мы ее видели много раз. Я Юрий Николаевич Голонушкин, руководитель образовательного портала. Все вместе. Вместе с нами такие эксперты, как Ирия Конварович. Здравствуйте. Я вас давно знаю. Не всех, но кое-кого давно знаю. А здесь эксперт Гусин Александр Николаевич. И здесь эксперты уже некоторые молодые. Ну, имею в виду тех, которых недавно знаю. Все ученики и ученицы, в частности. Где тут, где тут, где тут, где тут. Я, извините, что... А, вот, Светлана Анатольевна, это наша слушательница, ученица. Очень грамотная проявила себя по этому проекту. Очень хорошо. Это тоже, я считаю, эксперт. Итак, начинаем. Тема необычная. Мы хотим синтегрировать не только интерактивные обучения. То, что требует от нас Министерство образования Российская Федерация. Может быть, в Одессе тоже примерно такие же есть требования. Они записаны в требованиях госаккредитации. Наличие интерактивных форм обучения. Не менее 30, по-моему, процентов указано. Вот, тема актуальна. Тема актуальна. Вот, интерактивна. Мы сегодня вспомним теорию. Но мы хотим понять, а насколько эта интерактивность еще измерима. Ну, мы применяем разные технологии интерактивного. А где результат? А результат вы измерите. Вот, мы эту интересную изюминку между интерактивностью и измеряемостью результата сегодня хотим вместе поднять и рассмотреть. Напоминаю, что проект Soft Skills, мягкие навыки, это наша изюминка. То, что мало где прописано. То, что дается какими-то особыми талантами, особыми знаниями. Soft, мягкие навыки. А не то, что прописано в должностных инструкциях. Вот этот проект у нас будет продолжаться. Мы будем его с вами рассматривать в дальнейшем. А теперь Татьяна Викторовна попробует пояснить нам, в чем разница между пассивной, активной и интерактивной моделью обучения. Да, в общем-то, Игорь Николаевич, здесь и пояснить. Уже особо ничего, все представлено на экране. Мы видим три формы. И, в общем-то, картинки Сайси. Когда мы говорим о пассивной модели обучения, то мы просто наблюдаем, слушаем. А сейчас? Нормально, продолжаем. Ну вот. То мы просто наблюдаем, слушаем. И нам кажется, что все прекрасно и замечательно. И это очень легко в руках мастера. Да, и мы так сможем. Активная модель обучения, когда мы пробуем вот это простое, на первый взгляд, реализовать уже своими ручками. С одной стороны, да, мы получаем знания, с другой стороны, нам и не рядышком. Еще рано. С другой стороны, оказывается, что не так все просто. И без интерактива нам просто не обойтись. То есть нужно взаимодействие с преподавателем, то, что мы видим на третьей картинке, но и также взаимодействие с другими обучающимися, то, что мы можем увидеть на следующем слайде. Да, если применим к образовательному процессу, как студенты смотрят, слушают лекции, знакомая, наверное, ситуация, пытаются что-то выполнить самостоятельно. Вот сейчас у меня в уголке тихонечко примастились двое студентов и пытаются выполнять письменные задания. Да, и интерактивная форма – это уже результат группового взаимодействия студентов между собой и с преподавателем. Да, ну вот на данной картинке это уже наши сейчас уже второкурсники представляют результат вот такого интерактивного взаимодействия в своей группе. Презентации, к сожалению, не было возможности у них сделать, поэтому они вот так вот творчески подошли к решению вопроса. Сделали распечатку, а вот слева в белой футболке – это титульный слайд, это не просто так картинка на футболке. То есть творческий подход, который они применяют самостоятельно в активной фазе, применяют активные методы и приемы работы, но действуют совместно. Поэтому здесь мы можем говорить о результате такого интерактива. Ну и плюс, конечно, взаимодействие с преподавателем в ходе выполнения этой работы. Вот вкратце. Ну понятно, понятно. Тут смотрит, слушает. Да. Тут делает что-то сам, а тут взаимодействует. Да. Включая преподавателя, не исключая и группу. Понятно, ну и что тут нового? Но это взаимодействие мы видели в теории. Включен процесс обучения. Итак, мы подчеркиваем, Татьяна Витовна рассказала, я повторяю, вы так тоже читаете прекрасно, без меня. Вот это взаимодействие, это и есть интеракция. Будет возникать вопрос, а при чем тут онлайн технологии? Это вроде как понятно всем. Хотя они все это могут проиллюстрировать в своих нормативно-правовых актах, вузов, образовательных организаций. Что это такое? Мы сейчас попробуем эти пункты конкретизировать. Что такое за интерактивное обучение? Татьяна Витовна, зачем вы нарисовали вот этих трех туристов, которые куда-то идут к Солнцу? Почему туристов? Преподавателей и учеников. В общем-то слайд тоже написано, кто это такой, куда идёт и зачем. И преподаватели здесь исполняют у нас как раз интерактивную роль. Вот о чём мы будем говорить чуть попозже. Это не только впереди с флагом и вести за собой, да, для отстающих может быть это и так, но и поддержка и направление, как бы поддерживание сзади, направляя, находясь сзади, тех, кто идёт впереди. То есть это совместная работа, это совместная деятельность. И вот преподаватель у нас не всегда на приборе с флагом в руках, да, делай, как я сказал, идём вперёд, мы делаем вместе. То есть мы говорим об интерактивности как совместном поиске знаний и совместном таком выращивании новых продуктов, новых знаний, умений, навыков. И поэтому, мне кажется, здесь место преподавателя как раз уместное. Татьяна Викторовна, вы смешали, ну, может быть, не смешали, а перечислили, что первый вариант преподаватель впереди с флагом, только флага не хватает, преподаватель сзади подталкивает пинками, или преподаватель вместе с ними идёт тоже чему-то учится. Вот эти три версии моментально наши коллеги обратили внимание. И говорят, что, оказывается, он может быть везде. Валерий Иванович из Одессы, из Одессы, задаёт вопрос общедоступные ресурсы, намекая на то, что, а зачем преподаватели, если не так всё доступно. Да и так начинается скрытая такая дискуссия из разных точек зрения, можете ли вы их прокомментировать, а как же должно быть. Есть и какой-то вариант, который говорит, надо делать вот так. Вот видите, что коллеги бурно среагировали на место и роль командира, преподавателя. Где он должен быть? Вот уже и мнения пошли. Направление. Тьютор вспомнили здесь, вот, Валерий Иванович. Это теоретические вопросы. Да, но общедоступные ресурсы – это ещё не преподаватель, это ресурсы. Кто-то же их делает общедоступными, и без преподавателей здесь не обойтись. Вот здесь, да, как раз роль с флагом и на коне. Решить, какие ресурсы делать доступными, что рекомендовать, от чего воздержаться. То есть роль консультанта, роль ведущего, ограничителя, да. Здесь как раз должна быть. Ну да, совершенно верно, Олег Иванович. Вроде бы сзади, но на самом деле всё равно впереди. Следит, направляет, составляет карту маршрута, руководит действиями и тех, кто сзади, тех, кто впереди. Да, поэтому без преподавателя обойтись просто так, выложив ресурсы в курс, на мой взгляд, невозможно. Другой вопрос. Коллеги, мы можем долго говорить о месте и роли преподавателя, но мы с вами все согласны с том, что он не строит из себя Бога, слушая, как я говорю, повторяя за мной. Он может показать, введение, он может подсказать направление, он может сформулировать проблему и старается быть равным. Не то, что равное понебратство, а даёт возможность самим обучаемым найти ключ к истине, ключ к решению проблемы. Он не даёт им на блюдечке всё готовое, он вместе с ними идёт. Об этой психологии можно долго говорить, но главное, что здесь Татьяна Викторовна подмечает, это совместная работа, а не брошенное самостоятельное обучение, посмотрел ролик, выполнение тестов, взаимнооценивать без участия преподавателя. Вот о чём говорит Татьяна Викторовна. Преподаватель, соучастник, он вместе с ними находится, даже в онлайн. Татьяна Викторовна, вы не ушли? Да, да, Татьяна Викторовна куда-то пропала, я перестал её слышать. И Шан Николаевич, он сторонник проектных методов, он разработчик, он применитель, он автор управления проектами. И тут роли могут быть разные, но мы говорим о том, что... Мы говорим о том, что... Обязательно, вот здесь ключевое слово, совместное. А как, кто себя там захочет видеть, то ли Богом, то ли погонщиком, это мы сейчас пока оставляем вам. Решайте вы, пусть решает ваша организация. Мы говорим ваше мировоззрение, кто как хочет. Ну, например, если вы учите правила дорожного движения с группой, там надо только гонять, там никакого другого варианта нет. Ты должен получить пятёрку на экзамене по знанию правил дорожного движения и всё. Поэтому мы говорим совместно. А детали и места мы не обсуждаем. Добрый день, кто пришёл? Итак, идём дальше. Вот эти интерактивные подходы имеют шесть целей, которые вы прекрасно читаете без нас на экране. Если посмотреть на эти шесть цели, которые мы подготовили с Татьяной Викторовной из теоретических разработок, источник сводится вот к таким шести пунктам. Это комфортное обучение, именно в онлайн обучении, в онлайн технологии это действительно комфортно. Но если даже человек с ограниченными возможностями может получать образование, значит, это уже комфортно. Не будем раскрывать этот пункт. Активизация самостоятельности. Когда мы что-то доверяем, говорим, вот выполнили в интерактивном режиме задания. Тест – это ведь тоже интерактив. Это самостоятельность. Это самостоятельность. Или поставь оценку товарищу. Или предложи свой вариант. Это все здорово. Здесь мы видим, что оно и в онлайне, и в оффлайне применяется. Развитие коммуникативных способностей. Вот здесь Александр Николаевич присутствует. Он делится со мной своими практиками, возможно, поделится и со всеми нами тоже. В онлайне студенты тоже общаются опосредованно в основном в форумах. По-моему, у меня звук крутит, а сделаю чуть-чуть потище. Это коммуникация. Умение письменно сформулировать свое решение, свое мнение. В оффлайне, звуком, голосом или микрофоном в вебинаре. Там, конечно, непосредственная коммуникация. Но письменно – это тоже мощный инструмент интерактивного взаимодействия. Что при этом формируется, вы тоже видите. Одним из пунктов является умение коллективно решать проблемы. Важная компетенция, которая очень хорошо, на наш взгляд, и по нашим наблюдениям, решается в онлайн-технологиях. Так, Татьяна Викторовна здесь. Она просто потеряла. Сейчас, секундочку. Я ее верну. У нее выбился. Выбилась. Выбилась. Так, Татьяна Викторовна, где? Сейчас я ее верну. Вы пока напишите вопросы, которые вас волнуют. Что не хватает, и что действительно происходит не в теории, которую многие из нас уже владеют достаточно, а что происходит на практике в онлайн. Так, Татьяна Викторовна, я вас ищу по списку. Ищу, ищу, ищу. О, вижу. Вижу. Возвратил. Возвращайтесь. О, так, возвращайтесь. Татьяна Викторовна. Включил. Что в это время происходило? Кейс-методы Елены Александровны. Просто суперский пример. Я мог бы про один только пример рассказать. Часто я вспоминаю, когда кейс, неважно на какой платформе, преподаватель задает проблему, и там идет деление на группы. Это реальная ситуация в реальном предприятии. Мы обсуждаем с реальными студентами-очниками, но она решается в офлайне. В ходе самостоятельной работы студентов, они по ролям решают одну и ту же проблему. Кейс-метод в онлайн очень здорово может быть реализован. Просто супер. Какие модули нужны? Уже спрашивает практически Алексей Петрович. Вот я только что назвал. Используйте форум. Нет у вас платформы Moodle. Можно ВКонтакте закрытую группу. Я не люблю сетевые сообщества такие в учебном процессе. Там есть всякая реклама. Но некоторым некуда деваться. Второй вариант. У нас в компании Директив Медиа вы можете бесплатно открыть онлайн курс, зарегистрироваться. Сейчас еще раз, кто не знает, дам ссылочку на наш сайт. И в этом онлайн закрытом курсе, вот я дам ссылочку, абсолютно спокойно применять такой плагин, как даже не плагин, а вид учебной активности форум. Форум. Вот то, о чем я говорил. Прекрасно можно решать. Возможно, Татьяна Викторовна поделится. Не нашел плагин в видео, не понял вопрос. Форум – это даже не плагин. Адаптация. Адаптация. Выравнивание. Согласен с Валерием Ивановичем. Вот уже дискуссия пошла. В ходе интерактивного обучения. Мы троечников подтягиваем к отличникам. А не наоборот, отличникам, которые уже давно все поняли, готовы идти дальше. Мы их сдерживаем, чтобы не потерять троечников. Вот, кстати, видео – замечательный инструмент для подтягивания троечников. Вы даете его смешанным обучением, так называемым, а это тоже интерактивно получается. Домашние задания, они смотрят все до вашего прихода некую теорию 10-15 минут и приходят на ваше очное занятие одинаково все подготовлены. Вот это адаптация. Все подтянулись к разговору по новой сложной теме. Я не понимаю, что за плагин, Moodle, Moodle, давайте, я скажу, что Moodle, да и другие платформы обладают колоссальными возможностями. А вот теперь мы расскажем, если кому нужно более подробно, на сайте есть помощник онлайн, это я. А теперь переходим к самому интересному. Да, кстати, по пункту развития речи, ну, мы знаем, студенты, косноязычники, присутствуют, особенно среди мальчиков. Девочки, они более торопливые в развитии, что ли. Мальчики из такой педагогической системы обладают признаком неторопливости, задержки, умения говорить, потом они научаются. Записывая домашние задания на смартфон, направляя их преподавателю на оценку Moodle, мы развиваем речь. Это тоже интерактивная форма, но теперь нас интересует результативность. Условиями, Татьяна Витальевна, если вы здесь скажите, условиями применения, мы видим, вот, всем условиям, не буду я их озвучивать, является то, что можно использовать в оценивании. Если у нас это систематично, если мы выбираем самое главное, идем поэтапно, если у нас постоянно есть некая цель, наконечный результат, который мы знаем. А если мы используем традиции нашей организации, кафедры, наработки ученых в этом направлении, если мы учитываем особенности группы, бывают особенности, те же заочники отличаются, а заочников больше практичнее, наверное, многие согласятся. И если мы применяем последние условия, что мы в ходе самостоятельной работы постоянно находимся с ними, вот эти условия создают основы для измерения. Татьяна Викторовна, я выгляжу, да? Скажите, пожалуйста, что означает? Да, периодически появляюсь. Нет, я просто хотела добавить по условиям, назад, к предыдущему слайду, по традиционности и учету особенностей группы. Вот это два условия, которые мне приходится использовать и для курсов, для заочников, и для учеников. Они отличаются не только по большему, большей практичности, большему количеству практических занятий, встреч у учеников и заочников. У нас очень своеобразные группы, и это приходится учитывать. Есть очень много людей, студентов, которые не приспособлены еще, не научились работать в дистанционном формате и сразу бросать их в эту среду. Это очень неправильно, на мой взгляд. Поэтому это приходится учитывать. И вот что касается традиционности, вариант дублирования некоторых материалов и заданий, приходится это делать. То есть прибегать к традиционным способам представления материала и проверки материалов. С некоторыми заочниками, кто у нас находится в монастырях, только так и поступаем. И это сказывается на измеримости результатов, на измерении, на выставлении оценок, естественно. Приходится два формата предусматривать. Татьяна Витальевна, вот хочется спросить вас. Использование интерактивных методов. Татьяна Витальевна, хочется спросить вас про примеры. Докажите, что это так. Докажите примерами. Вы готовы поделиться примерами живыми? Или попозже? Да вот они у меня сидят. Не слышал? Да вот примеры живые сидят, пишут работы. Я говорю, вот примеры живые сидят, пишут работы, готовятся к занятиям. Вот группа, которая у меня есть сейчас. Два студента будут сдавать зачет в формате традиционном, присылка контрольных работ. Они на особом положении их не отпустили из монастыря приехать на наши занятия. Естественно, мне приходится изменять систему оценки и оценивать их интерактивность и активность работы на предыдущей сессии и по тем заданиям, которые они присылают в письменном виде на электронную почту либо в распечатанном виде. Естественно, их активность в онлайн-формате я учесть не могу, но в то же время те студенты, которые приехали сейчас на сессию и спокойно работают в дистанционном формате, оценивается работа по их активности на форумах, по выполненным заданиям, по пройденным тестам. То есть у меня здесь больше возможностей увидеть их работу в течение семестра, просмотрев раздел аналитики, что я сейчас буду делать сразу после вебинара. То есть что касается условий реализации интерактивности, тут нужно учитывать два момента. Вот это традиционность и учет особенностей группы либо отдельных студентов. Это мы уже услышали. Это мы уже услышали. Это мы уже поняли. И интерактив как в очном, так и в онлайн-формате. Это мы уже трижды поняли. Одно и то же мы услышали. Ну давайте пойдем дальше, Татьяна Викторовна. Зачем вот эта картинка здесь? Хотите традиционное, хотите интерактивное, и то, и другое можно применять в обучении, но нужно понимать зачем и где. То есть здесь сочетание двух методов. Вот вам метафора еще одна. Еще одна метафора, Татьяна Викторовна. Конечно. Ну давайте раскроем смысл этого дуализма. Итак, она подчеркивает разные цели, традиционное и интерактивное. В одном случае только усвоение знаний и умений. Во втором, в интерактивном уже качество личности формируется. Например, настойчивость, целеустремленность, умение планировать свое личное время, умение задавать вопросы, если что-то непонятно, умение вести дискуссию. В традиционном воспитании спонтанно обращает внимание Татьяна Викторовна на основе анализа источника. Там идет воспитание попутно с получением знаний. Да вот, Александр Николаевич, здесь надо бы вот этот водораздел определить. Если в традиционном обучении смысле он сам решает все. Но он тихо сам с собой решает эти задачи, иногда руку поднимает. Его преподаватель, учитель отвечает четко. Вот вопрос, ответ. Все понятно. Как в армии. Вот читай вот тот пункт устава и выполняй эту инструкцию. И будет все хорошо. В интерактивном идет некий диалог, понимается, в виду. Некая неопределенность в будущем, что же мы там решаем. Какой-то проект это всегда неопределенность. И вот тут-то и начинается развитие личности. Просто целеустремленность, умение находить нужную информацию, находить нужные контакты, убить, отсеивать всякую слуху. Да, это и присутствует и в традиционном обучении. Но здесь подчеркивается некая инструкция, что традиционная – это более формальная. Вопрос, ответ. Спросил, вот Бог, учитель, тебе все ответил. Садись. И выполняю задание. А как бы вы ответили на вопрос Александра Николаевича Татьяны Викторовны? Да, 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 да. Ну вот пока проблема со связью, Татьяна Викторовна не может ответить. Я так полагаю, технически. Я за нее ответил. В содержании обучения, как правило, как можно больше информации по теме, подробное изложение материала один раз, хотя многие педагоги могут отметить принцип дидактики повторения. В интерактивном было. Вот Юрий Валентинович прекрасно знает и нам напоминает, что в традиционном обучении тоже была интерактивность. Здесь имеется в виду формально традиционная. Мы говорим о неформальном, не только в онлайне, но и в оффлайне. Мы говорим, что информация – это еще не знание. Это только лишь исходная информация для размышления. Разведчики вообще говорят, информация – это ерунда. Главное – данные на основе обработки этой информации, проанализированные выводы, среди которых может быть и без информации. В интерактивном обучении мы подчеркиваем наличие генерализации материала и многократной вариативность в разных аспектах ее проработки. Всегда мы, конечно, имеется в виду традиционная советская школа обучения, всегда была интерактивность, были игровые моменты. Да, мы говорим о том, что интерактивное – это то, что постоянно требует взаимодействия. И мы хотим пример этого. Как средство обучения, традиционное минимум средств, главное преподавать, это тут мы критикуем неких коллег абстрактных, упоминаем средств, и у нас максимум средств не связанных между собой, а теория, современные ученые говорят, интерактивное – это всегда сбалансированное сочетание в виде некого комплекса, который мы не видим и не хотим увидеть. Так, куда Татьяна Викторовна снова? Пропала я пока не вижу. Напоминаю, она сегодня с работы пытается выходить, у нее негарантированное участие. Продолжаем. Разница, да, вот, да, интерактив и традиция – это все условно, Александр Николаевич. Нам важна, так, нам важна сущность того, что в интерактивном, неважно, советское время или в современном обучении, мы обращаем внимание на постоянное взаимодействие с преподавателем. Татьяна Викторовна вернулась. Ой, извините, сейчас я снова обращу ее микрофон. И очень хорошо, что у нас пошла дискуссия и несогласие, причем даже, даже вот мой старый добрый знакомый Кучнисан Николаевич не соглашается со мной с Белоношкиным, с то, что он видит. Это правильно, коллеги. И я сейчас позову до помощи нашу дискуссию Татьяну Викторовну. Так, вот, Татьяна Викторовна, я вам снова даю. Так, у вас роль есть. Татьяна Викторовна, вы включайтесь. Микрофон у вас есть. Итак, сбалансированный учебный комплекс. В чем он может заключаться в рассматривании средств? Тут еще есть и в методах. Давайте мы просмотрим теоретическую часть и перейдем к практическим примерам. Как это может быть? В методах традиционного обучения, причем это не наша точка зрения, это по различным источникам именно так воспринимается, что в обычных, при традиционных методах обучения преобладают словесные, устные, письменные коммуникации. Репродуктивные методы обучения. Мы воспроизводим видео, показываем какой-то фрагмент какого-то устройства. Мы предлагаем воспроизвести у учеников то, что они услышали, решить задачу, воспроизвести некий рисунок, некий объект, его копию. В интерактивном обучении добавляются наглядно-демонстрационные методы. Мы демонстрируем, показываем наглядно, а не просто словесно. Мы можем предложить поуправлять этим интерактивом, поуправлять этой трехмерной моделью, уже не на словах, а посмотреть, как она выглядит, как она выглядит с разных сторон, если это визуально. Эвристическая беседа давно к методам обучения, поисковая, проблемная беседа, давно выделяется. Тут уже преподаватель, учитель провоцирует на контакт, на различные точки зрения. А что вы думаете? А какие еще есть мнения? Это интерактив. Это не онлайн, это может быть оффлайн, но это уже интерактив, который и раньше был. А не просто словесно, устно прочитать, пересказать какой-то темп. Исследовательские это продолжение, и проблемная поиска тоже продолжения. Как можно включить 3D в курс? Ну, для этого, кстати, у нас готовится по 3D Max, по 3D Max готовится к онлайн-курсу, если хотите, обращайтесь, мы подскажем. И 3D Max и 3D модели не всем нужно, не по всем предметам. Да, и вот, и вот, я уже не успеваю читать, Елена Алексеевна говорит, мы можем дополнить, мы можем дополнить, сейчас я вам больше сделаю, наглядный видеоматериал, но будет ли от этого эффект интерактивности? И Галина Викторовна вторит от этой точки зрения. Когда мы говорим про то, что репродукция, предложение воспроизвести какой-то набор действий, в традиционных методах, мы говорим, это неплохо. Вот повторите действия учителя, повторите действия, это неплохо, репродуктивно. Когда мы говорим, а вот теперь попробуйте добавить свое понимание, свое видение, как вы хотите. Уже не репродукция, а уже создание чего-то нового, творческого. Или попробуйте сформулировать новое решение, новую функцию, новую область применения. Или наоборот, обсудить невозможность создания такой новой функции в ходе дискуссии. Добрый день. То есть репродукция – это первый шаг. Он нужный. При традиционном обучении он был и будет. Когда мы даем интерактивное, это уже новый, следующий шаг, когда мы предлагаем решить уже исследовательскую задачу. Что касается форм обучения, мы разграничиваем при традиционном обучении. Это форма, этапы, вот четко. Это лекция, это практика. В интерактивном, даже в ходе лекции мы можем задавать проблемные ситуации и пытаться их решать. Это гибридная форма, лекция-беседа. Тем более, я уже повторюсь, если обучаемые подошли к этой лекции, просмотрев мой авторский видеоматериал, где я в сжатые формы уже представил самые важные вопросы для встречи. Вот здесь я уже прихожу к проблемной дискуссии, разговариваю с ними на равные. Они просто предлагают традиционно достаньте конспекты, запишите сейчас, и мы начинаем тему 4. Я вам буду ее на доске разрисовать, и вы будете фиксаторами. Вот это хороший пример, хорошая разница. И вот это смешанное обучение, это и есть интерактивная форма обучения. И это действительно, как подмечает когда и Юрий Валентинович, когда эта результативность присутствует, измерение результативности присутствует. Я сразу хочу сказать, уважаемые коллеги, по разным источникам, их на самом деле не так уж много. Но смешанное обучение, вовлечение студентов в обсуждение проблем и в ходе занятия, и в ходе самостоятельной работы, я приводил пример с кейсом. И применение различных игровых механик, ну не будем называть это гемификацией, а поощрения баллами за активность. Наблюдение, насколько часто вот Татьяна Викторовна сейчас не может подключиться, я повторю ее пример. Она приходит на занятия, она посмотрела статистику, ну в течение там 10 секунд и видит, и приходит и говорит группе, дорогие студенты, я вижу, что вот называют фамилии, эти лекции просмотрели, а эти даже еще не трогали там 2-3 человека. И они в шоке, они удивлены. Оказывается, она владеет информацией, очень легко Мудл показывает, открывал студент вообще это или нет. И студенты говорят, да, я действительно это смотрел, это что за ТГБ, что за система такая, ну они шутят. Подаватель видит, он прогнозирует и знает, что с них будет дальше. Заранее влияет на них, информирует. Студенты ощущают внимание в себе. Вот это тоже форма интерактивного взаимодействия, информационный анализ, статистика наблюдений, поведение за студентами повышает их активность. Далее, студентам интересно, преподаватель с ними рядом. Пусть он сидит в маршрутке, читает в смартфоне эту лекцию или слушает аудиозапись на наушнике своего лектора. Он понимает психологически, что преподаватель оценит его работу, видит, что он занимался. Или эти тесты, по тестам, говорит Татьяна Витальевна, я вижу ваши попытки, я вижу, где вы ошибаетесь. Они просто в шоке, они не привыкли к этому. Они видят, что их самостоятельная работа находится совершенно в ином качестве, и они стараются не подвести. Это возможность контроля, да. Вот здесь мы возвращаемся, о месте преподавателя, то ли он впереди, то ли он сзади. То он везде получается. Даже в ходе самостоятельной работы преподаватель спокойно видит все их победы, трудности. И даже, ну, я не знаю, вот Алексей Петрович, чтобы они просили, но они всегда приветствуют отношение к преподавателю, что он участвует с ними в обсуждении. Эдуард Эдуардович Урозаев спрашивает, интерактивное, дополняет традиционное или заменяет его? Ну, конечно, мы видим, что дополняет, дополняет, но не заменяет. При традиционном мы все-таки применяем этапность, разграничиваем формы, мы даем задания. Ну, вот в интерактивном Татьяна Витовна и многие здесь присутствующие отмечают, как хорошо давать домашние задания с учетом взаимного оценивания, с возможностью задать вопрос, с возможностью ответить на него не только преподавателю, но и студентам группы. Вот это взаимодействие соучастие резко увеличивает вовлеченность. А еще, когда они знают, что за хорошие ответы, за своевременные ответы, это два разных пункта. Качество ответа и своевременность. Они получают дополнительные бонусы. Они вообще стараются, им интересно, как можно быстрее набрать. Я вам скажу еще один пример, когда уже студент даже набрал высочайший балл по какому-то модулю или по группе модулей, у них уже появляется состязательность. А что это Люся Петрова, к примеру, тоже отличница, да, по модулю. У нее балл выше, чем у меня. Они все равно не хотят еще и здесь среди отличников состязаться. Это невероятная психология. И она реализуется в онлайн-обучении, когда мы начинаем правильно изменять. Татьяна Викторовна видит, письменно подсказывает. Вот, пожалуйста, нет микрофона, она с нами письменно взянетит. И в течение семестра у нее очень легкая аналитика. Я ей вчера задавал вопрос, такой болезненный вопрос по мотивации преподавателя. Татьяна Викторовна, какова цена, какова трудоемкость преподавателя, чтобы вот эту все красивую замечательную интерактивность применить. Это же труд. Умение настроить байно-рейтинговую систему. Труд смотреть почту, отвечать на вопрос. Там же все поста рассылается. Кстати, Татьяна Викторовна дайджест раз в сутки рассылает все, что там происходило, она отвечает. Я ей задавал вопрос, провоцирующий по тому тесты. Это же труд создать хорошие тесты. Они проверяют облегчательно. Это каторжный труд, я скажу. Даже если вы хорошо все знаете. Я ей провоцировал, что вы ответите другим участникам про этот труд. или по тот же видеоролик создать, какую-то лекцию записать. И даже здесь она пишет трудоемкость жуткая. Жуткая. Это говорит моя самая лучшая ученица, с которой давно занимаюсь, обучаю ее, как это все делать. Она старается. Ей, по-моему, за это вообще ничего не платят. Не по-моему, а точно ей ничего за это не платят. Она работает из-за принципа, из-за веры, что это воздастся в итоге. Вот. И тем не менее, она вот уже который год, уже по-моему, третий год мы с ней общаемся, познакомились. Я никогда в глазах жилер не видел. Не видел. Не получается. Но она верит и применяет. Я не знаю, чтобы она ответила, зачем ей это надо, этот труд, гигантский труд. Вот она отвечает, что это ей на первом этапе тяжело. То есть предполагается, на следующем этапе у нее уже идет облегчение. Вот у меня точно облегчение. Я долго готовлю все хорошо, месяц, два онлайн курса, ролики. Но потом я этот курс использую годами уже играючи, уже идет по накатанной. Они сами уже работают, сами отвечают на вопросы, а только лишь оценочки ставлю и подбадриваю. Эффективность на самом деле есть даже без мотивации. Хотя про мотивацию и про оплату труда можно отдельно провести вебинар, как это делается в разных вузах. Оплата за разработку онлайн курсов и онлайн ресурсов. Так, хорошо пошли. Виталий Владиславович акцентирует, что да, что тест это не просто там собрал какую-то кучку вопросов, это интеллектуальная работа, это валидация и верификация, я бы добавил, это разные вещи, составить валидные и верифицируемые тесты. И вот Юрий Валентинович по-моему, да, это эксперт Юрий Валентинович и Хомиров. Это известная фигура в мире обучения, онлайн обучения. Тут отдельная наука по тестологии по этим вопросам, это непросто. А вот вот никому не платят, но вот эмоциональная сторона, я все хочу собрать, провести специальный вебинар по эмоциям. Такие эмоции возникают, когда в онлайне те же очники начинают, или те же заочники начинают проявлять эмоции, это вообще интересная тема. Очень хорошо работает помощь студентов. Уважаемые коллеги, вот Елена Алексеевна подсказывает, вот хорошо идет вебинар, это прекрасно, потому что идет интерактив. Вы сами подсказываете практики. Я своим студентам беру, даю задание. Вот теперь первая практика. Даю задание, вот ребята, готовые тесты, ну 120 вопросов по экономике. Я вам покажу, как их вводить туда. Они вводят. вводят не бесплатно. Они получают за это от меня баллы. То есть они где-то их потеряли и им дают некую отработку. Да, они выполнили эти тесты, да, они увидели ключи. Дальше начинается такая тонкая настройка, что знание этих ключей не спасает на зачете на экзамене. Это один вариант. Второй вариант практически помощь студентов. Это наши невероятные помощники, волонтеры. задания на составление тестов самими студентами. Я проводил по этому вопросу такой был вебинар, идите, даже ролик есть небольшой. Им это задание. Вот посмотрел лекцию, вот провели занятие. на оценку придумать два тестовых задания и получить за это балл. Если эти вопросы слабые, негодные, нехорошие, низкого качества, я оцениваю их низко. То есть, они видят до тех пор, пока не придумают проблемные, интересные тестовые задания. Это все делается в Moodle. Они получают баллы, я получаю базу прекрасных тестовых заданий по курсу, которые их же потом выдаю на зачете или на экзамене в качестве условия доступа. То есть, совершенно не прикладывая никаких сил, трудозатрат. Я использую студентов как соучастников этого процесса, они получают за это баллы и формируют ту же тестовую базу по предмету сами без меня на основе пройденного материала. На следующий учебный год у меня уже эта тестовая база готова. Это что касается практики, презентации и так далее вы тоже можете. Я знаю преподавателей, которые дают домашние задания подготовить видеоролик что-то сделанного практически на оценку. Вот они дома или командами там записывают как сервировать стол или как что-то руками сделать, это записывают и приставляют преподавателю в Moodle на оценку или на совместное оцене друг друга. Преподаватель получает классный учебно-методический материал. Лучшие работы вот таких видеороликов они делаются элементарно с помощью даже дешевых смартфонов. преподаватель получает методическую базу решений по предмету. Это тоже руками студенты. Делается просто. Конечно, они за это получают баллы. Михаил Владиславич да, тоже, тоже, тоже. Ирек Анварович это я его никогда в садах не видел, у меня фотографии, но это эксперт. Вот он предлагает вообще уникальный вариант, когда студенты сами проводят лекции и получают за это баллы. Хорошо. Создание теста, да, можно привести несколько роликов, и у меня тоже есть целый набор таких роликов по тестам. Какие хорошие вопросы, по какому критерию? по составлению тестовых заданий это отдельный вопрос. Ну, например, я преподаю экономик, экономические дисциплины, я кандидат экономических наук, а вы, я не знаю какой, поэтому, если бы мы сели, отдельно посмотрели мой предмет, я бы вам рассказал. Вот надо в предметной области работать, чтобы говорить о качестве тестов по конкретной дисциплине. Ну, с английским вообще здорово. А вот Александр Николаевич, мой дорогой друг, коллега из Екатеринбурга, ощущает нематериальный результат. Мы говорили про измерение результатов. Вот один из результатов. Он горд словами студентов, когда, например, студент говорит, что его Александр Николаевич заставил, это единственный преподаватель до третьего курса, который заставил прочитать учебник, учебник прочитать. Вот такие вот моменты, это тоже измерения, о которых мы сейчас еще поговорим. Ну, насчет, вот, Галина Васильевна поймала меня правильно, если студенты выложат тест, бывает такое, но это у меня еще ни разу не было, но даже если это и будет, время прохождения теста сделано так, ну, естественно, перемешивание вопросов и ответов сделано так, что шпаргалки и прочие там, зубрюшки не помогут, если вы, как студент, знаете ответы, успеваете, хорошо, 100% от вас никто не требует, но сам темп ориентирован на то, что вам шпаргалка не помогает. Есть еще, правда, две ловушки, которые вы должны уловить при прохождении тестов, как одурачить преподавателей и пройти на течке, эти ловушки могу тоже рассматривать. Да, вот Татьяна Викторовна знает ответ. Да, 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 случайный выбор и плюс ограниченное время. Ты не успеваешь уже смотреть, не успеваешь, если у тебя в голове есть ответ, тогда ты получаешь оценку. Опросы, это интерактив хороший, Алексей Петрович, они дают сводную картинку, графики, в том числе обобщенное мнение по тому или иному вопросу, но они не дают индивидуальную оценку, это групповое видение какого-то вопроса. Но это хороший интерактив. Я часто применяю опросы для того, чтобы проголосуйте, примите участие, проанализируйте общее мнение группы и сформулируйте выводы на основе анализа этого вопроса. Вопросы открытого типа да, типа эссе, да, 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 выложили базу из двухсот вопросов. А вот Гелена Васильевна, я бы ответил так, если студенты сами разрабатывали эти тесты, они должны тогда всей группой эти созданные ими вопросы собрать, дать ответы и передать друг другу. То есть, это работа. Вероятность ее не стопроцентна, что они смогут это сделать. Потом, ведь не все вопросы я отбираю в базу. Но даже если это они и сделали, вот за счет фактора времени, мы исключаем это удобство. Нужно знать ответы. Вот, Ария Казарович полагает, мы хорошо, пусть знают, это даже полезно, если они знают по существу. Но наличие текста это еще незнание в голове, наверное, тут есть. Да, и просто вот никогда. Просто вы даете правильный интервал времени на один вопрос. Вот оно измерение так и вкратце вкратце индивидуальный кейс вкратце смотрю ваши вопросы не ограничивать время на тестирование и каждый индивидуальный вот тут раз мы уже говорим про измерение раз мы говорим, что Виталий Владиславович по вашему последнему высказанию мы на экзамене ставим гигидационную или зачетную ведомость оценку по единой шкале мы учитываем их индивидуальность но мы не можем сказать вот тебе Вася одни критерии оценки а тебе Люся другие мы все ставим единое правило в конце концов у нас есть федеральный госстандарт единый да по нашему предмету есть определенные объемы что мы должны освоить мы должны всех спрашивать одинаково и не должны давать поводов несправедливости и мы говорим об этом заранее до начала предмета что у нас так будет проходить обучение и требования вот пятерка шкалирования по нашему предмету будет единым до всех честно старайся набирай учись в течение семи метра ты получишь свою тройку а может быть пятерку но по единым требованиям а не так вот я доктор я умею вот это вот это делать на отлично а вот это я не знаю у меня два нет ты должен хотя бы на три знать все это единое требование индивидуальность Виталий Владиславович я согласен в темпе освоения кто-то запоминает быстро ему потребуется подготовиться за час а кто-то тугадум еще и лентяй ему потребуется больше времени но на зачете на экзамене требования по знанию дисциплины и разболовка по оценкам должна быть справедливо одинаковая мы сдаем правила дорожного движения у нас единый стандарт мы должны все знать правила дорожного движения на отлично ну с допустимым количеством ошибок не больше там по-моему двух иначе что же это за знание правил дорожного движения там четкий единый стандарт то же самое и здесь просто есть отличники а есть троечники да есть те которые быстро соображают есть медленно да вот это вот индивидуально согласен холерики флегматики ради бога это никого не волнует если ты берешься за скальпель или за руль или за штурвал какого-то судна морского или воздушного или ты идешь выполнять какую-то трудовую функцию ты должен ее выполнять независимо кто ты есть кто-то на отлично кто-то на троечку но не на два вот в чем разница да Юрий Валентинович рады были вас увидеть спасибо за участие до свидания поэтому мы говорим про измерения мы регулируем время это наше индивидуальное решение мы за него отвечаем Татьяна Викторовна дает еще тренажер вот возвращаясь к тем кто флегматик тренажеры мы даем тренируйся вот на зачете даже можешь шпаргалки выписывать если ты такой вот боишься но на зачете никаких шпаргалок время тикает преподаватель наблюдает и тут одно из двух или ты знаешь или ты не знаешь Валерий Иванович студенты разные все разные а когда оцениваем вдруг одинаковые ну почему одинаковые кто-то вообще не сдает почему пусть он хоть какой-то холерик или флегматик но не выучил все не зачет так ну о качестве тестов о качестве тестов можно долго говорить уважаемые коллеги да есть тестология мы говорим что мы сейчас не оцениваем тесты мы говорим о том как измерять интерактивность мы уже подходим к черту как измерять результативность этих интерактивных форм мы как раз уже перешли что это правильные хорошие тесты это критерии качества не только в тестах а не обсуждать какую-то проблему форума тоже есть критерии которые мы умело или не умело задаем конечно вот Алексей Петрович только что об этом сказала Татьяна Викторовна вот тренажер это у меня она по-моему научилась а может быть сама заметила тренажер это тренажер тренируйся спокойно без времени он тебя готовит к какому-то контрольному этапу вот там спокойно хоть это литмаки хоть и кто можно спокойно делать они привыкают и так коллеги преподаватель преподаватель или это диктатор или указующий перст или царь и бог или тот поощритель тот который хвалит кто это вот место и роль мы снова к ней возвращаемся при традиционном это царь и бог преподаватель в интерактивном он их подталкивает кстати в дистанционном в онлайн обучении именно оно и проявляется что обучаемый сам научается находить поиск лечения с участием или без участия считается на западе работодатели есть такие данные считается что дипломированный специалист учившийся дистанционно более самостоятельный и предпочитает брать его а не тот кто ходил по расписанию на пары роль преподавателя это лидер самозир Мария Ивановна сказала все сделали в интерактивном вот вы видите с правой стороны это более сложное но это более интересное информация при традиционном это фильтр преподаватель это фильтр он делит вот это вот кпсс хорошо или наоборот это плохо все он делит он фильтр все четко и понятно при интерактивном это лишь помощник по работе давайте вместе подумаем а как бы мы посмотрели на ту же самую информацию 50 лет назад вот допустим роль Сталина сегодня много информации и мы даем такую оценку а как мы оценивали ту же личность Сталина к примеру 40 лет назад у нас другая была информация и мы как граждане совершенно иначе оценивали и совершенно по-разному воспринимали это было искренне потому что информации другой не было вот это умение ставить интерактивные задания на одну и ту же информацию очень важно для нас роли преподаватель всегда прав командир всегда прав проверяющий всегда прав проверяющим не спорят в интерактивном роли меняются в одном случае это лидер преподаватель блестяще решил какую-то задачу или привел какую-то цитату или преподаватель говорит а давайте вместе найдем ответ хотя он знает ответ или психолог он видит что Люся быстрее решает и чаще руку поднимает Вася флегматик но это не значит что Вася хуже развит или хуже подготовлен он психологически понимает что у Васи возможно проблемы с коммуникацией и он не спешит давать оценку вот это интерактивность теперь посмотрим что коллеги выразились пишут типы нервной системы ну конечно разные конечно разные да да результат единую всех Галина Викторовна абсолютно с вами согласен да да это вот этот флегматик с дипломом медика насколько по общественной дисциплине проводить экзамен в форме теста уже спрашивает Эльдар Эдуардович уважаемые коллеги вот это вопрос это федральный общественная дисциплина есть зачеты есть экзамены есть традиции это решается внутри вот так заранее сказать когда по общественной дисциплине можно в форме теста когда можно когда нельзя неправильно надо все решать индивидуально ну например я у себя поступал так зачет по дисциплине автоматом получались те студенты которые набирали 80 и более 80 из 100 баллов 80 и более вообще никак на зачет можно не идти они в течение семестра набрали остальные на тестирование тестирование в моем присутствии это мое право вот я так решил эти тесты мои кафедра их видел заведующий видел они получили одобрение я так решил это решение преподавателя но надо все таки смотреть надо смотреть в некоторых вузах тест это как допуска к экзамену или к зачету надо смотреть на дисциплину на ее важность и место в общей дисциплине в общем учебном плане это индивидуально лучше отвечать так что еще пишут коллеги в моду отлично все участвуют студенты не видят ни у одного не видят комический случай мы читаем от Алексея Петровича в Кунг работает отлично все участвуют это вопрос того когда нет системы мотивации нет системы контроля качества нет системы анализа применения этих технологий есть вузы где такая система работает где не просто преподаватель разместил контент отдельная оценка проводится причем ежемесячно и премирует ежемесячно но и как это используется специальные формулы методики и если используется активно то он получает в денежном выражении больше тогда модул работает но это целая система это специальные функции у тех же подразделений по анализу и модул работает хорошо и да и там работает справедливый метод оценки измерения и тогда вот я закончу мысль тогда вуз на любой проверке может сказать вот у нас по интерактивности формам обучения какие-то показатели по наличию электронной информационной образовательной среды пожалуйста у нас все выполнено плюс это все еще дает научные результаты по успеваемости мы получили прирост успеваемости в отчетах и это все официально работает это вот пример про Алексея Петровича если системы анализа нет мотивации нет премирования нет то все это только на словах муду стоит а толку нет согласен с Алексеем Петровичем полностью вот оно интеграция интерактивности и системы измерения дисперсия Виталий Владиславович изучал в тесте сильно отличается у разных типов личности влияет на результат действительно вот муду позволяет определять дисперсию но дисперсию в тестировании не у одного студента а у группы у группы ну это возраст к тому что ну извини если ты учишься на того же хирурга но ты флегматик и у тебя тормознутая реакция на тестирование ну удели время чтобы быстрее принимать решение по детестированию это же все управляется оставайся флегматиком но функция при ответах на тестирование в условиях ограниченного времени у тебя ниже чем у остальных ты долго думаешь ты долго соображаешь у тебя все медленно ну что делать надо подучиться подкорректировать свои способности так Галина Викторовна по-моему соглашается со мной какие бы разные ни были но уж если тебя допустили трудовые функции хотя бы на тройку ты должен уметь делать да идти надо уважаемые коллеги наше время заканчивается использует Людмила Сергеевна активно Эдуард Эдуардович соглашается раз уж идешь в аудиторию преподавать значит ты должен обладать какими-то навыками какие бы ты там ни был холериком или флегматиком будь небезен подучись не хотят работать не хотят платить Алексей Петрович главное что бы вы хотели вот как Татьяна Викторовна ее пример вы не замыкаетесь на отношениях между преподавателями что другие делают или платят или не платят вам за это вы подумайте о своей роли и месте вот вашей группе в вашем предмете вы полностью осваиваете вашего реализуете ваш потенциал вы можете его усилить за счет тех или иных технологий подумайте об этом если у вас успеваемость удовлетворенность по вашему предмету повышается задумайтесь вот тогда вы получите эффект тогда вы получите да вы получите удовольствие и вас все равно слава найдет если у вас есть результаты повышения результативности вас никогда не обидит начальство вот эти методы и приемы мы уже не будем их раскрывать устные наглядные вот тут разные есть приемы метода которых могла бы рассказать Татьяна Викторовна я сейчас заканчиваю мы по этой презентации уже в принципе все проговорили я готов ответить на ваши вопросы но если вас интересует более глубокое освоение этой темы вы можете прийти записаться на наш спецкурс специальный модуль я даю ссылочку на него он стоит денег потому что это работа и это выдача сертификата как решение так как решение вопроса о типе личности используют непрадиционные мультимедийные то есть вот тут уже поминалось я отвечаю на вопросы про про интерактивные видео можно в ходе демонстрации видео включать интерактивные элементы и получать результаты вот эта новинка я не знаю кому она нужна но мы эту новинку знаем студент не просто смотрит ролик даже размещенный в ютубе он периодически по ходу просмотра ему выскакивают разные хитрые задания а дальше работает логика если он их не выполняет на тест отвечает неверно причем там разные виды тестов и заданий то система говорит ему вы посмотрите пожалуйста еще раз вот этот интерактив мы можем делать мы можем это делать вопрос надо ли это вам у нас есть эта технология кстати технология бесплатна вот мы можем научить ее пользоваться это кто в курсе H5P формат где можно создавать любые интерактивы в ходе просмотра видео дальше скачать презентацию мы не даем только вот вы можете смотреть запись пожалуйста или получить эту презентацию в этом курсе вместе с нашей консультацией в чем отличие директ медиа от мудал наверное нужно сказать Алексей Петрович мудал это один из сайтов директ медиа у нас целая совокупность сайтов это электронно-библиотечная система и это образовательный портал вот этот директ медиа которым руковожу я Юрий Николаевич Беломович вот еще раз это вот еще раз почему это мудал ну потому можно было бы и платную Илья Конварович я знаю вашу позицию что лучше платную платформу брать пожалуйста берите гиперметод берите другую платную у нас используется мудал в образовательном смысле Алексей Петрович спрашивает в образовательном смысле Алексей Петрович мы предоставляем всем клиентам нашей ЭБС интеграцию ЭБС и Муду это единственное в России решение где преподаватель может источник размещать в курсе а сотрудник гибротеки может этот источник анализировать он читается или нет тогда пожалуйста да Мудал не интегрирован а Мудал это один из сайтов Директ Медиа на самом деле у нас их гораздо больше сейчас я дам ссылочку на у нас и школьные проекты есть вот эта ссылочка это наша ЭБС громадная ЭБС для вузов вот это вот ЭБС спасибо вам за интересное участие Елена Леонидовна и все остальные коллеги вот еще один вопрос пропустил вариант справа это есть настоящее обучение да студент тут коллега сомневается что студенты будут злоупотреблять равенство я могу поспорить и привести пример Эльдар Эдуардович студенты заражаются социальным конструкционизмом не конструктивизмом я хочу для себя а конструкционизмом я хочу вместе со всеми быть строить общий успех студенты вовлекаются и помогают вот Татьяна Викторовна могла бы привести массу примеров когда они помогают бескорыстно друг к другу спасибо уважаемые коллеги за вопросы вы все кто записался на вебинар пусть даже ушли раньше или позже вы получите запись автоматически этой нашей записи ух похоже вопросы все закончились всем спасибо мне с вами было это необычайный вебинар даже несмотря на то что Татьяна Викторовна не смогла полностью участвовать у нее много работы но она была вместе с нами презентация представляется вот в этом курсе мы не можем отдать ее свободный доступ представляем только тем кто оплатит именной сертификат право на индивидуальную консультацию вот здесь вы можете получить любую индивидуальную консультацию включая плагины и так далее интерактивное видео но это работа которая стоит вот столько спасибо уважаемые коллеги часы сертификата Ирина Анатольевна я понимаю о чем вопрос вебинар шел 60 минут но с учетом того что в эту стоимость предполагается предполагается оказание дополнительных услуг по обучению консультированию информированию то мы пропишем здесь цифру которая может быть равна и 12 часов а может быть и 36 часов это уже как будет конкретная ситуация спасибо уважаемые коллеги за ваши вопросы приходите к нам еще мы рады вас всегда видеть задавайте вопросы онлайн консультанты на сайте мы всегда на них ответим нас двое Татьяна Викторовна и я но у нас еще есть эксперты очень опытные сотрудники в сфере обучения мы на любой вас вопрос ответим и скоро у нас будет еще один вебинар интересный совсем скоро у нас готовится еще вебинары с участием академического сообщества готовятся интересные прекрасные спикеры из Академии наук а вот еще ссылка вебинар вот этот вот вебинар как объединяется машина и мобильное обучение вот это следующий вебинар он будет будет совсем скоро вот вы можете получить ссылочку а я уже ссылочку дал он будет 15 декабря тоже в это же время сертификаты вы видите будут только по этим условиям вот написано на экране вот сюда заходите и будет вам сертификат спасибо уважаемые коллеги за ваши вопросы я еще запись не выключил надеюсь вам было с нами интересно в теплой дружеской обстановке атмосфере провели эту встречу спрашивайте задавайте вопросы ответим на любые если вам не нужен сертификат все равно задавайте любые вопросы на сайте мы всегда с вами на связи мы можем с вами встретиться переговорить индивидуально о ваших вопросах и наметить решение может быть и это решение будет моментально решено бесплатно бесплатно у нас не все так уж закрыто и все через оплату у нас очень много бесплатных решений главное спрашивайте всех благ всего доброго до свидания я выключаю запись до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...